10 ноября день рождения ЦИНКИ Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры Одному из главных предприятий Роскосмоса исполнился 21 год Доставка на космодром ракет-носителей и их подготовка к запуску Телеметрия Связь Экологическая безопасность Телетрансляция Все это — работа Центра Сегодня ЦИНКИ обеспечивает самые современные российские космодромы от Восточного до Гвианского космического центра в Куру В честь праздника руководитель ЦИНКИ Ранахон Жураева поздравила сотрудников и вручила дипломы Это предприятие сегодня единственное в России, которое осуществляет пуски ракет с четырех космодромов Ну, сейчас вот с четвертой планируется в ближайшее время сдать в эксплуатацию И собран здесь коллектив уникальные люди с блестящим образованием люди, которые практически всю жизнь работают на этом предприятии и создают вот то, что... вот то уникальное, что есть... что мы можем, да, там предоставить сегодня на рынок в нашей сфере По информации, полученной из космоса, за пять лет только в одном Красногорском районе Подмосковья площадь лесных территорий уменьшилась на 8 квадратных километров Нецелевое использование лесных угодий и незаконной вырубки Нелегальные свалки, контроль границ водоохранных зон Эти земные проблемы помогают решать спутники дистанционного зондирования Отныне данные российской орбитальной группировки ДЗЗ будут доступны не только специалистам научного центра оперативного мониторинга Земли, но и представителям общественных организаций Одно из ключевых направлений нашей деятельности это повышение отдачи от тех вложений, которые государство делает в космическую деятельность И наиболее, на мой взгляд, эффективным и полезным и важным для нас, для общества и государства является использование результатов дистанционного зондирования Земли И надо сказать, что за последний год эта группировка и возможностей дистанционного зондирования Земли и предоставлению такой информации правительственным и общественным организациям в Роскосмосе существенно выросла Сегодня глаза орбитальной группировки семь российских спутников Они проводят съемку Земли во всех оптических диапазонах Вскоре российская группировка орбитального контроля увеличится В следующем году планируются запуски двух гидрометеоспутников и двух аппаратов дистанционного зондирования Земли Ресурс П-3 и Конопус В и К Новый способ получения энергии предлагают российские ученые На спутнике установят специальный прибор для преобразования солнечного света в лазерный луч Этот луч на Земле превратят в электроэнергию Частная компания Virgin Galactic Вскоре представит доработанный суборбитальный космический аппарат «Спейсшип-2» Его испытания возобновятся в феврале будущего года Первый летный образец во время тестового полета потерпел аварию Земля и Млечный путь из космоса Астронавт Скотт Келли запечатлел центр нашей галактики и планету с борт МКС Автор снимка астрофотограф Петр Харалик наблюдает за утренней звездой Планета Венера под каменной аркой в Намибии Туманность в созвездии Персея В центре скрытая галактической пылью звездное скопление, до которого тысяча световых лет 10 ноября 1976 года в звездном городке появились зарубежные космонавты для полетов по программе «Интеркосмос» Первым на орбиту в марте 78-го отправился Владимир Ремик из Чехословакии «Салют-6» стал первой советской станцией, которая приняла международные экипажи Одно из самых сильных впечатлений собственными глазами Увидите прямо воочию, что Земля действительно круглая До этого я это тоже знал, что она круглая И тоже мог представить, что я уезжу Но до меня это как-то особо дошло С высоты космического полета, что на Земле существуют если границы, то только те, которые создала природа Все другие границы, особенно государственные, и это можно развивать дальше, создал себе человек То есть все проблемы, которые на Земле, это проблемы, которые сделали люди Благодаря советской программе «Интеркосмос» на орбите побывали космонавты из 14 стран мира ВКД – внекорабильная деятельность Рекорд суммарного пребывания в открытом космосе у Анатолия Соловьева – 82 часа и 22 минуты 16 выходов за пределы станции Однажды он ремонтировал орбитальный комплекс «Мир» в открытом космическом пространстве почти 11 часов Забарахлил скафандр командира экипажа Анатолия Соловьева Отказал блок передачи информации, но руководители полета решили не отменять выход И Соловьеву пришлось самому следить за параметрами своего космического костюма Что потребовало, конечно, особой концентрации внимания в дополнение к и без того немалой нагрузке А первая женщина, которая вышла в открытый космос – Светлана Савицкая Это было 25 июля 1984 года Так, начинаем варить Три прихвата корабля, Света, не торопясь Не спеша Поперёк вожу, есть ванночка металла прямо идёт До старта пилотируемого космического корабля «Союз» ровно месяц У нового экипажа, космонавта Роскосмоса Юрия Маленченко Астронавта НАСА Тимоти Копре и их британского коллеги Тимоти Пика Предполётные подготовки в звёздном городке Об участниках новой экспедиции и их научных задачах В программе «Космонавтика» на телеканале «Россия-24» в ближайшие выходные Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok